Но мы просто думаем, что США могут сказать Турцию и Азербайджану, что смотрите, ребята, вы должны забывать про ваш интерес, про Зангизурский коридор и про ваш интерес, чтобы у вас была все-таки сухопутная граница. А давайте не забывать, что вот эта мечта или идея, что между Азербайджаном и Турцией должна быть сухопутной границей, это даже не после 2020 года. Это все было еще с 1918 году, когда вот только-только была первая армянская республика, у нас же в 1918 году была война между Османской империей и республикой Армении. Если вот прочитать архивные документы или даже мемуары тех турецких военных начальников, которые участвовали в войне еще в 1918 году, там четко было написано, что дорогие армяне, ну если сейчас говорить по политологическим термам, ничего личного, только бизнес. Нам нужна сухопутная граница с Азербайджаном, то есть вы можете жить в своем Ереване, максимум Гюмри, но Сюник должен быть под нашим контролем, потому что нам нужна сухопутная граница с Азербайджаном. Потом через два года у нас была еще одна армяно-турецкая война, еще до советизации Армении. Это уже была война с кемалистской Турцией, а кемалисты, они же, так скажем, это уже совсем другая политическая сила не Османской империи. Но опять, если взять вот историю армяно-турецкой войны 1920 года и вот прочитать мемуары турецких военно-начальников, которые участвовали в этой войне, уже кемалистов, они тоже в своих мемуарах четко говорят, что, так скажем, для нас главное это иметь сухопутную границу с Азербайджаном, а если там будет какая-то маленькая Армения вокруг Деривана, ну теоретически мы можем это принять. То есть, что я хочу сказать, что вот идея в том, что Турция и Азербайджан должна быть сухопутной границей, это не новая идея. Этой идеей уже 104 года, правда, после...